в принципе я раньше по молодости был наблюдателем но мне было такой азарт такой юношеский да такой что-то заметить кого-то поймать на конфликтом выходили на улицу но сейчас я пошел спокойно улыбаюсь я этих людей вообще не знаю приехал комсомольский там сидит комиссия я приехал но приехал наблюдать и мне все равно было как там пройдут на самом деле эти выборы я хотел просто посмотреть весь процесс сижу весь день смотрю люди идут своими делами занимаются не спеша никакого наплыва вот так шли-шли люди спокойно и в итоге за весь день пришло всего двадцать там чем-то процентов от общего числа избирателей на этом участке вот потом были как сказать подсчет голосов за партии если честно вот я не посмотрел хотя наверно надо было игра посмотрела у нее единая россия меньше всех набрала мне в принципе было все равно кто выберет я просто уже убедился в появке насколько важно когда на участке есть наблюдатель на наших участках явка была в среднем 25 процентов на участках где не было наблюдателя явка была 80 90 процентов в среднем получилось по черноземельского района 56 процентов 53 50 с лишним процентов до пуджи то есть всего 4 до 4 участка мы накрыли до из всех всего там сколько где-то 15 большие здесь вот а если будет двести тридцать четыре наблюдателя всего двести тридцать четыре участка по республике по республике калмыки на каждом участке в среднем там тысячи полторы в района еще меньше бывает число избирателей этого листе там до двух с половиной некоторых участках доходит если на каждом участке будут наблюдатели какой результат будет двести тридцать четыре человека это это совсем немного это приходило на митинге столько людей до того даже как мы то есть и причем я вот призываю людей кто свято верит в единую россию свято веришь команды в батухасикова свято верит в батухасикова придите если вы честные люди про и придите от единой россии пойдите наблюдатель но сделайте свою работу честно не допустите вброса если вам все равно от кого эти наблюдатели обращайтесь к нам пойдем наблюдатель а цена обушила если его не пропустят что вполне вероятно мы знаем да как не пропускали до этого того же до цикла владимир москова там нам сыра вам джиева помню это возможно его не пропустим мы найдем возможность пойти избирать и в наблюдательность от любого другого кандидата нам все равно кто идет на выборы кандидата мы хотим сейчас вот сделать эту прививку первую да вот первую первую таблетку принять пилюль от этой от этой заразы которые мы все поражены это наш организм поражен и начнем не получится ничего страшного следующие выборы выборы там хурал выборы вгс выборы главы и так далее и так далее мы постепенно начнем к этому приучаться может быть и как раз через 30 лет это только сработает и пойдешь своим путем меня не составляет труда на каждый выбор и ходить на будет наблюдатель даже если никто не пойдет но ничего страшного не наблюдателями раз в год там на один день я приду в любом случае я к тому что так активно например вести вот он ты делал на что энергии тратить конкретно конкретному человеку не надо быть активным весь год там политичным думать о политике надо прийти один раз в год наблюдателем поработать и проверить чтобы все было честно и на самом деле вот по моему участку да я скажу что я видел что члены комиссии они были благодарны они сказали спасибо да что вы приехали и в принципе в глазах читала что они были рады что мы приехали мы не дали им совершить преступление потому что но это же преступление на самом деле там вы все знаете яркий пример на всю россию про гремеш когда поселке приманыч есть видео очень блин если честно жалко смотреть на этих людей которые вбрасывали до бурну бюллетене бюллетене те же учителя потому что переходят это были это были несколько человек это сколько там три или четыре человека участвовали один смотрит чтобы там никто это не нашел другая закрывает камеру да ну это же это реально стыдно взрослым люди такое делать людям особенно которые учат детей и не думаю что они мечтали об это делать все равно они это заставляют но даже на камере видно они это делаются улыбками но это не потому что им весело я думаю это вот такие бывают когда ты в неловком положении тебе приходится делать вид что вот ну как бы это само собой разумеется как говорят в советское время на заводах все воруют ты не можешь воровать потому что ты будешь из коллектива да ты не можешь не воровать менду цухар меня зовут чеев иван и мне не безразлично будущее моего народа я призываю всех воспользоваться своим правом и принять участие в выборах государственной думы мэры я считаю это обязанностью честного и ответственного гражданина республики плохая власть выбирается гражданами которые не голосуют если вы довольны текущей ситуации можете не ходить на выборы ваш голос уйдет куда надо но мало просто выбрать надо сделать так чтобы это было честно и справедливо а без нашего участия этого не произойдет я и другие активисты иду на выборы в качестве наблюдателя и призываю всех кто солидарен с нами присоединиться пишите в личку и в аккаунт твой выбор честный выбор это твой выбор